Всем привет! Сегодня я еду на вокзал встречать Сабринку. То провожаю Сабрину, то встречаю Сабрину. Ну, в общем, потом не знаю, что еще будем делать, но я планирую... Наверное, мы заедем в Икею, потому что Икея находится... Я поеду потихоньку. Потому что Икея находится, ну, непосредственно в этом городе. Поэтому, чтобы потом специально туда не ехать, я... Ну, короче, мы, наверное, с Сабриной заедем. Потому что хотим кое-что посмотреть, не знаю. Возьмем, ну... Найдем, не найдем то, что хотим. В общем, как-то так. Я не знаю, кто ездит за рулем, кому этот ремень вот тут мешает. Я постоянно его поправляю. Я когда еду в какой-нибудь косточке с воротничком, я ремень всегда за воротник заправляю, чтобы он мне тут не давил. В общем, как-то так. У нас сейчас... Сколько у нас сейчас время? Девять часов утра. Сабрина через полчаса приезжает, но я думаю, что я успею доехать. Мне туда 30 километров надо, мне надо так, чтобы побыстрее ехать. Но если не успею, подождет немножко, ничего страшного. Ну, в общем, до встречи. Все, я уже приехала в Ханау. Ровно полдесятого. Пишу, Сабрине, ты где? А она мне пишет, поезд опаздывает на 10 минут. Все, Сабриночка приехала. Ты скоро опять уедешь. Вот ты деловая. Привет всем, кто будет. Как дела? Дверь не закрыла. Что, едем в Икею? А-а-а. В Икею. А что, не надо? Приехали в Икею с Сабриной и думаем, оставаться нам здесь, ждать или не ждать. Потому что здесь вот такая очередь стоит. Припарковались, вот и думаем. Да, Сабрина? Да. Пойдем или не пойдем? Решили мы подождать. А вообще, Икея во сколько открывается? Она точно в 10 открывается? Но я так думаю, что если она в 10 открывается, то сейчас все эти люди зайдут. В принципе, тут для Икеи не сильно много народу стоит. Это же большое. Ладно, пошли мы. Сейчас посмотрим. В общем, мы с Сабриной тут ищем комод. Смотрите, какой у нее все паст. Масочка в клеточку. Сабрина. Платьишко в клеточку. Ой, в клеточку в горошек. Сабрина, надо, наверное, который повыше комод немножко смотреть. Ну и как у тебя этот стульчик? Дай я его немножечко. Удобно? Сабрина себе стульчик еще выбрала. Вот все закупились мы в Икеи. Сейчас Сабрина разгрузит. Смотри, так чашечку берешь, ты ее так не уронишь. Молодец. Короче, хотели купить комод. Сабрина отказалась. Но она поняла, что ей придется его собирать. Сабрина, так эти рамки нужно положить аккуратно. Нужно сначала место приготовить. Подожди, я тебе помогу. Сабрина пошла тележку убирать на место. Нам повезло. Она недалеко от машины стояла. В общем, Сабрина отказалась от комода. В общем, Сабрина отказалась от комода. Она поняла, что ей его нужно будет самой собирать. Но она сама всегда собирает свои вещи. Она сказала ей, некогда она на следующей неделе. Три работы пишет. Че ты пишешь, Сабрина? Матер, информация, Deutsch. А, четыре или три работы? Куда я знаю? Зафигачат и все. В общем, она сказала, ей учить много надо. А я, в принципе, хотела купить комод. Могли бы потом позже собрать, в принципе-то. Может быть, еще пойдем купим? Нет. Я комод не хотела, потому что я много работы пишу. И я просто все это сама собираю. И вот в этом деле я не хотела комод. Вот в этом деле я ее и не купила. Потому что комод стоил 130 евро. И... И стул стоил 90 евро. Я сказала, стул могли бы не брать. Стул вообще... Потому что стул еще большой, он сильно был, это кресло. У тебя там в комнате не очень много места. И там опять пришлось бы, наверное, все переставлять. Нам еще в продуктный магазин. Здесь нету. Я здесь и не знаю продуктных. Я так и так знаю, что ты сюда никуда не заедешь. В продуктных, продуктовых магазинов. Хочешь меня корридировать? Я русский в школе не учила как-то. Ну ничего страшного, зато даже запоминаешь то, что ты говоришь неправильно. Ты лучше включи этот. Я же не знаю, как ехать. Навигатор. Что вы там делали? Как твоя школа? Класс. Что, сколько у вас человек теперь в классе? Девятнадцать. У вас разделили так на двенадцать человек? Угу. Там две группы получилось? Да. 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 Ну что, рассказывай еще что-нибудь. В городе были. Деньги тратили. Ну то, что ты деньги тратила, мы видели. Сильно. А? Сильно много истратила. Молодец. Чем быстрее кончится, тем меньше тратить будешь. Думаешь? Ну если денег не будет, то, конечно, думаю. Ну от кого я не буду потом брать? А мне надо не моктить. Это же давно было. Ну они же есть не видели? А может быть. Я же долго дома не была. Скоро опять уеду. А потом, я когда приеду, на выходных опять, потому что у меня понедельник и термия. А потом я опять уеду. А когда у меня такую машину, которую я хочу. Такая машина сильно дорогая. Нет. Да? Нет. А сколько она стоит? Ну или если ты ее купишь в второй руке, она стоит 6 тысяч. А, у меня цена раз два часа. Да. А мы сейчас еще заедем в магазин. А что тебе надо там в принципе-то? Я хочу от Альмигурт. Это фирма. Я знаю. Йогурт. Или йогурты. Не знаю. И фрукты. И на обед? Нет. Да. Нет. На обед я хочу мне купить салат. Я увидела, как мама салат делает. И как? Она у Пауэра покупает био-залат, да? Да. Туда добавляет бальзамику эсик, потом соль, перец и маги. Чуть-чуть. Ага. Классно. А ты что сказала, она покупает био-чуэсик? Сос, дрессинг. Ну, типа йогурт-дрессинг? Нет. А какой? Да вообще-то не знаю, что это. Ну, надо было купить, что-то ты не купила там. Как? Ну, сказала бы я, она бы тебе купила. Да. Как Сонечка, смотри, убегает. Как Соня Саврину встречает. Соня, Соня. Да, она забыла тебя встретить. Видела, ты уже успокоилась, да? Что ж ты взяла? Ты всю машину разгрузила? Да. А рамки? Нет, рамки там лежат. Заходи. Вот моя хорошая собачка, да? Закрывай дверь. Скоро я тебе куплю маленькую сумочку, и ты там со мной будешь ходить. В маленькой Луи Витошка моя, Сонечка. Правда? Да. Где она будет с тобой ходить, она всегда дома. Здесь я темно. Ну, конечно. Здесь я тоже темно. Все. Что ты там еще? А что ты там? Что ты в холодильнике хочешь? Кетчуп. В общем, на обед мы купили сейчас курочку-гриль в салатике. Это шведский салат называется, да? Не знаю. Да, швебеши салат. Это с морковкой и с селери. С корня с селери вкусненький. Так что сейчас... Эрик, пойдем кушать. Мы кушать будем сейчас. В общем... И сейчас мы будем кушать. Еще стакана надо было еще для воды поставить. Хальбирмаль. В общем... Саврина, подожди, я сейчас ее разрежу. В общем, сейчас мы будем кушать. И все, кто сейчас кушает, тоже всем приятного аппетита. Да, Саврин? Угу. Саврина делает какой-то чай. Опять она что-то новое получила. Откуда? Опять с инстаграм? Нет, с тик только. Ой, это стик только ты получила. Что это за чай? Зеленый чай с яблоком, не хибиску. Угу. Это стаканчик ты тоже там получила? Угу. Прикольно. И что этот чай дает? Угу. Угу. Какой хороший чай! Короче, чай выпил, как будто побегал, да? Правда? Да, Саврин? Прикольно. Что, соскучилась? Да. Соня тебя с собой возьмет. Ага, сейчас. Там же есть собака? Да, Соня, скажи нет, скажи, Соня, я буду дома. Вот меня она почему-то вот так не кусает, как тебя. Когда ты ей дуешь? А, ну я вообще-то не дую ей. Соня, ты спряталась? Сейчас она порвет твою новую цепочку. Ой, Соня, тебе купили новые эти? Нет, это ей достали из зоначек новые чашки. Она просто во всех углах. Мы ее пытаемся накормить. Ну, Сабри, ну что ты так делаешь, она сейчас упадет? Ну, сама-то как-то не... Ну, блин, держи, она упадет. Ой! Хватит издеваться над Соней. Как она мне губы кусает. Ты мне губы кусает! Ой! Это что ты делаешь? Билеты. А, это ты уже на права учишься? Учишь. Ну, скажи нам цены, какой час, час сколько стоит? 55 евро и 45 минут. По городу? Все. Нет, которые автобаны и все такое там... Автобаны это тоже все 55 евро. Не может быть, оно обычно всегда дороже. 45 минут стоит 55 евро. А 90 минут у меня будет 110. В общем, Сабрина выбрала себе вот такое постельное белье. Новенькое. Так как тут одна наволочка... Такой наволочки еще не было, чтобы купить. Она выбрала вот такую вот, еще одну голубую. И вот такую голубую. Ну, просто на резинках. Купили вот такую вот металлическую чашечку, шали. Как она называется? Ну, типа салатницы, я не знаю. Но, я подумала так, если вдруг что-то надо на водяной бане делать, когда пекешь, я так думаю, она будет удобна. Потому что вот у меня вот такой вот нету. Вот. Сабрина выбрала себе еще шали. Для чего? Для салата. Как будто бы у нас чашек для салата нету, да? У нас нету чашек для салата. Почему? Есть. Ну, короче, она захотела себе новую чашку для салата. И новую чашку. Чашечку. На эти, да? На мюсли. Сабрина, на завтрак? Да. Короче, захотелось ей розовую. Ну, думаю, ладно. И еще мы купили нашему папе новую подушку. Я ее тут уже начала открывать. Вот она, в общем, сейчас открою и покажу вам. В общем, подушка 10 евро, по-моему, стоила. Она с каким-то синтепоном. Потому что у него пуховая подушка. Я не знаю, я уже замучилась ее стирать. Он так потеет ночью. И у него подушка вся мокрая. Попробуем вот эту. А то выкину, наверное. Вот. Все, мы что, больше мы ничего не купили? Ну, и рамки я себе на работу купила, да? Это такая вот чашечка стоила. Сколько она стоила? 3 евро. 3 евро? Ну, с копейками, наверное, да? 2,99. 2,99. А вот этот для салата, типа ты, который купила. Не знаю. Она, по-моему, 4,40 с чем-то. Ну, в общем, короче, 4 евро с копейками. Простынь, по-моему, 11 или 12 евро стоила, да? Простынь. 8. Не может быть 8 маленькие стоили, наверное. По-моему, где-то 11 или 12 евро стоила. Постельное белье, Сабрина сказала, 15. Да. И вот эта подушечка, ну, не подушечка, а наволочка. Ой. Она что-то у дешево, она что-то уцененная была, да? Она? Не знаю. Нет? Что-то я не знаю. А что тут это все оторвано? А как она на мою? А, вот тут еще этот штрих-код. Вообще, надо посмотреть в чеке, что она нам посчитала. Тут и две штуки. Я не знаю. Да, я думала одна. В общем, там, по-моему, красная этикетка была. Именно на эти наволочки. И они были, по-моему, по 4 евро. В общем, точно я не знаю. Надо посмотреть чек. Ну, вот все как-то так. А чтоб мне этот антрак отдать, можно, мне надо и оставить все сделать. Да? Короче, целые проблемы теперь с этим, с правами. Ну, не проблемы. Много просто нужно вещей организовать. Интересно ли, если я фатракнутошрайбоваю, и потом мне скажут, тебе не можно в другом бундесланде делать? Почему? Ты должна в понедельник или когда? Возьми, позвони в Гемайнду. И я сказала, не воскресенье. Ну, воскресенье вся Германия не работает. Субботу тоже. Нет, тоже не работает. И спроси. Я думаю, что это все равно. Но вообще-то я не знаю. Соня, глазки открой. Сабрина, массаж тебе спинки делает. Ой, Соня, глазки закрыла. Да, Сонька? Сабрина, я тоже чай хочу. Это курица, которую мы поели сейчас. Она была такая солененькая. И салатик тоже солененький, потому что хочется пить. Да, Сонь? У нее так глаза закрываются. Сонь, пойдем сюда? Да, конечно. Спать пойдем. Делами заниматься надо. И Бруник пришел. Бруна, куда пошел? А, Сонь, ты думаешь, ему что-то дадут? А Соня уже испугалась, что Бруну что-то дает. Сонь, опять твоя соска здесь валяется? Сонь, на твою сосочку. Сонь, подожди. На. На. Подожди, нет, я тебе вот так хочу дать. А вот она хитрая. Не хочет сидеть, так как я ее хочу. Опять туда же положишь, Соня? Все, убежала. Убежала, Соня. Убежала, Соня. В общем, короче, шорты приготовила сдать обратно в магазин. Короче, мужу большие. Ой, то есть мужу маленькие, сыну большие. Вот так. Хорошо, чек дела не выкинула. Сегодня или завтра отвезу в магазин. Вот открыла я подушечку, распаковала. Ну, классно. Я теперь что-то думаю, может, зря я себе такую тоже не купила. Ну, короче. Если что, в следующий раз поеду, тут уж куплю. Ну, я посмотрю, как она себя поведет. Ну, такая ничем мягенькая. Посмотрим, как мужу понравится. Что ты опять делаешь? Опять я тебя на кухне поймала. Что кушать? Шейк. Чего у тебя за шейка? Ну, еще ничего не вижу. Чего это? Что? Что, налить не могла нормально? Нет. Я еще не поддариваю. Я потом у тебя тоже попробую, как это на вкус. Отчего? Я только шоколадное не люблю. Эта штучка надо? Да, надо это, чтобы взбилось все шейк нормально. Нужно вот эту же штучку, сеточку надевать. Я же смотрю, это могу сделать. Почему? Ну, а это лучше. Только хорошо закрой вверху, крышечку тоже закрой. А то сейчас как начнешь, ты по всей кухне. Еще. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ты мне дашь видео там, где ты, Сонечка, пела? Сабрина. Сабрина сейчас сняла видео. Где она с Соней пела. Ты куда его выставила? В ТикТок, наверное. Сабрина, я туда не могу наклониться сейчас. Нету ни настроения. У нас прям театр дома. Ну, хватит уже. О, Господи Боже, это мыс. Попели, попели. Сидь. 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 Дрессирует все. Сидь. Сидь. Сядь. Соня. Сядь. Сидь. 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 Пошел. Кухня ты не уберешь. Я уберу потом. Я все равно... Ну, Сабрина, не надо полотенцем. Да, что-то неправильно. И как? Это называется пьешь и худеешь, да, Сабрина? Что-то у тебя... Что, невкусно? Шоколадненько. Там у нас три ложки, а у нас три ложки. Дай попробовать. Дай попробовать, говорю. Конечно, вкусненько. Как будто печенек накрошили туда. О, Рео! Как будто туда у Рео накрошили печеньки. Есть и калории. Не знаю. Такого, по-моему, объешься. И что это у тебя? Новая диета? И как? Худеется? А что ты сережки не одела? Я их сняла. Завтра поедем? В Иртхэм? На какие деньги? Ну, твои. Каждый на свои? Нет, я не еду. Ну, тогда просто походишь, я позакупаюсь. Угу. Чего? Сумку хочу? Нет, сумок у нас уже. Вон, сделай обзор своих сумок на русский канал. Ну, сумки нам уже точно больше не нужны. У тебя сумок, Сабрин? Еще некоторые новые, которые ты даже еще не носила. На сумку. И че? Ну, мы завтра поедем? Не знаю еще. Мочи. Ну, можно же съездить. Я ее уговарю, куда другой, боже, первый согласился куда-нибудь поехать. Она ни в какую. Ты знаешь, что я вчера была на этой, на вокзале вчера, позавчера. Всегда ногти делала. Да, я ногти-то сделала, понятно. Но я это... Этаж парковочный перепутала. Я не помню. Я забыла, на каком. Вернее, я не запомнила, на каком. Я останавливалась. Вернее, припарковалась. Не то на втором, не то на третьем этаже. Оказалась я на третьем. Не на втором. Мне кажется, ты уже наелась. Что там? Соня где-то? Соня? Ты когда скажешь, поедем мы или не поедем? Вопрос. Иди сюда. Современно все уже слух режут. Спряталась Сонечка. У нее уже в глотке пересоха хватит. Вашу арию надо куда-то в другое место выставить. Ты уже куда поставила? В тик-ток, наверное. Соня, хватит издеваться над Сонечкой. Сонечка. Он тобой издевается. Девочка-то моя. Колбаску скушала? Там уже кошки подпевают. 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 Продолжение следует...